12 и 13 августа после более чем 30-летнего перерыва в Даугавпилсе прошел чемпионат Латвийской Республики по академической гребле. Организаторами чемпионата выступили Латвийская Федерация гребли, Даугавпилское управление спорта, Даугавпилская школа индивидуальных видов спорта и Латгальский центр гребли и туризма. В этом году Федерации гребли исполняется 150 лет, поэтому проведение соревнований национального уровня – особая честь и вызов для Даугавпилса. Гребля – второй и старейший вид спорта в Латвии, поэтому это вторая старейшая спортивная организация, и 150 лет – это очень достойная дата, которую мы можем достойно отметить. В настоящее время эта база является самой современной гребной базой в Латвии. Без лишних комплиментов – это факт. Я очень рад видеть, насколько чиста городская среда, какой теперь доступ к озеру. Здесь трибуны для зрителей, флаги, судейская палатка, аккуратная база для стоянки лодок. И спортсмены, и Федерация гребли очень благодарны и счастливы, что у нас есть такая возможность. Именно поэтому мы организуем соревнования 150-летия в 250 километрах от Реги. Соревнования проводились в шести классах лодок – одиночках, двойках, нечетных двойках, четверках, нечетных четверках и восьмерках. Всего было разыграно 22 комплекта медалей. Отличные результаты на чемпионате показали спортсмены Даугавпилской школы индивидуальных видов спорта и Латгальского центра гребли и туризма. Даугавпилская школа индивидуальных видов спорта на уровне. Однозначно это одна из трех спортивных школ Латвии, готовящих спортсменов-атлетов. У вас хорошие спортсмены – хорошие достижения. В чемпионате приняли участие спортсмены из Даугавпилса, Юрмалы, Риги, Елгавы, Мурьяны, а также из соседних стран – Эстонии и Литвы. Даугавпилские спортсмены заняли третье место в шести гонках, второе место в семи гонках и золотые медали за первое место в семи гонках. Наша цель была возобновить те старые добрые традиции, когда гребли в Латвии и во всей Балтии ассоциировались с Даугавпилсом и Срабским озером. И сегодня, на мой взгляд, нам это удалось, потому что, беседуя и с руководством Олимпийского комитета, и с самой Федерацией, и с спортсменами, и тренерами, смело можно прийти к выводу, что в Даугавпилсе самая лучшая инфраструктура, самая лучшая подготовка для того, чтобы здесь проводили бы такого рода мероприятия. Мы не можем этому не радоваться, потому что стропы для нас это не только какое-то курортное или туристическое место, или место, где проводят очень большую часть времени, особенно летом большая часть наших жителей, но это и объект спортивной, спортивной инфраструктуры, который может показать такой вид спорта, как академическая гребля, как байдарка, каноэ, и жители просто-напросто могут его выбирать и быть более здоровыми. Несмотря на то, что соревнования по гребле такого уровня в Даугавпилсе в этом году проводились впервые с момента восстановления независимости Латвийской Республики, гребли в Даугавпилсе являются популярным видом спорта. Гребли в Даугавпилсе популярны и становятся все популярнее. «Планируем разместить здесь второй айлинг. Это действительно означает, что у нас заканчиваются места для размещения всех лодок. Растет количество детей, растет и количество тренеров. Эти новые перспективные тренеры привлекают новых учеников. Количество учеников и популярность этого вида спорта в Даугавпилсе растет с каждым годом». Чемпионат Латвийской Республики в Даугавпилсе доказал, что инфраструктура Стропского озера современная, качественная и подходит не только для тренировок спортсменов, но и для соревнований национального уровня. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.